Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Дмитрий Павлов. Здравствуйте. За нарушение ограничений период локдауна будут штрафовать. Так, если человек с положительным тестом на коронавирус не соблюдает самоизоляцию, то сотрудники Роспотребнадзора имеют право наложить на него штраф на сумму от 15 до 45 тысяч рублей. Также за неуполнение правил поведения в период действия режима повышенной готовности для физических лиц предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей. На должностных лиц до 50 тысяч рублей. На индивидуальных предпринимателей также до 50 тысяч рублей. На юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. Если нарушение будет повторным, то и размер штрафной санкции возрастет. Напомню, некоторые предприниматели, чтобы работать в локдаун, включили свой ассортимент товаров с нетазерой маски. Однако в ближайшее время такой лазейкой воспользоваться будет нельзя. На региональном уровне планируют утвердить норму, согласно которой не менее 30% ассортимента должно относиться к перечню товаров первой необходимости. В регионе подтвердили еще 1297 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Самаре – 510 человек. 248 в Тольятти, 54 в Новокуйбышевске. Таким образом, всего с начала пандемии в регионе выявили 127 579 случаев COVID-19. Из них 98 795 человек полностью выздоровели. Накануне из медучреждений выписали 766 человек. Выросло число и те, кто так и не смог побороть опасный вирус. Жертвами ковида за все время наблюдений в регионе стали 4502 человека, в том числе 30 только за последние сутки. Самарская область на четвертом месте по количеству больных ВИЧ-инфекцией. Сегодня распространенность заболеваний превышает общероссийские показатели примерно в полтора раза. При этом специалисты отмечают, что за последние 2-3 года заболеваемость ВИЧ снизилась. По числу новых случаев регион из десятки лидеров переместился в двадцатку. Также медики отмечают, что чаще всего такой диагноз ставят людям в возрасте от 30 до 49 лет. Это 72% всех больных ВИЧ. Главная проблема – это плохая информированность, говорят медики. Эксперты напоминают, заразиться можно лишь тремя способами. ВИЧ-инфекция – это то заболевание, которое тесно связано с поведением человека. И всегда надо помнить, что ВИЧ-инфекция передается тремя путями. Половой путь передачи – это тот путь, который на сегодняшний день является лидирующим. 78-80% случаев людей инфицируются именно при незащищенных половых контактах. На втором месте – это парентеральный путь, это передача кровь в кровь при употреблении наркотиков инъекционным путем, грязными шприцами. И третий путь – от матери к ребенку во время беременности, в родах или при грудном скармливании. Ни воды, ни отопления. Жители 35-го дома по улице 22-го портсъезда уже больше двух месяцев не могут добиться ликвидации коммунальной аварии. В одной из квартир прорвало трубу, но найти собственников никто не может. В результате в квартире этажом ниже потоп. И чтобы это остановить, стояк просто перекрыли. Больше месяца без холодной и горячей воды остаются жители как минимум 18 квартир. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Вот заливает, а там никто не живет. Уже ходили, звонили везде и все. Соседи сверху залили так, что пришлось перекрывать все стояки, рассказывают жители. В итоге почти два месяца здесь нет ни холодной, ни горячей воды. Воду отключили, потому что над нами соседи не живут там уже долгое время. Может быть, там трубу прорвало или что-то, обращались везде, куда можно. Не знаем, куда еще обращаться нам. Без воды же нельзя, с кухни носим воду. На этом этаже воду люди могут набирать хотя бы на кухне. А вот те, кто живет по высшим, такой возможности не имеет. Им приходится воду покупать или ходить к соседям с другого крыла. При этом среди жителей очень много пенсионеров. Больше месяца люди без холодной, без горячей воды, элементарная проблема санитарии. На четвертом этаже там жильцы купили квартиру, но там не живут. То есть я смотрела, обходила дом, окно открыто, но никого нет. Где они, никто не знает. Найти их невозможно, вскрыть квартиру мы не имеем права, потому что никто не хочет брать на себя ответственность. И получается замкнутый круг. Люди без воды, если запускают воду, соответственно, авария затапливает нижних соседей, и мы сидим без воды. Помимо этого, у жильцов очень много вопросов к управляющей компании. Здесь не припомнят, когда в последний раз проводили хоть какой-то ремонт. Стены обшарпанные, а с потолка отваливается штукатурка. Трубы все старые. Вообще надо трубы давно заменить, заняться этим делом. Ведь мы столько живем, тем более оплачиваем. Я вот говорю, вот наша семья, мы всегда оплачиваем. У нас долгов даже нет. А на кухню зайдете, прям с потолков сыпется. Ну разве это дело? Мы готовим, и нам прям в супы, там вот в это вот, оно нам не надо. Я уж даже иконы дома повесила на кухне, чтобы молиться и говорить, Боженька, да помоги ты нам. Да что это такое? Мы живем как будто бы доисторическом времени. Ведь мы работали всю жизнь. Воды горячей, вот на кухне был затоп, недели три не было воды. Потому что на втором этаже они заплаточку поставили на гнилую трубу, выше прорвало, и они стояк отключили, и здесь нет воды. Щечков у нас нету, ни на электроэнергию, ни на воду, ни на газ. Мы платим, ничего не знаю. Цены ужасные. Я шесть с половиной плачу ежемесячно. Кроме того, накануне в доме отключили и отопление. Люди не понимают, как жить в таких условиях. И просят районную администрацию подключиться к решению проблемы. Ексир Алексеев, Дмитрий Лукин, СТВ. Жилинодорожный переезд – это зона особого внимания, и дорога не прощает ошибок. Об этом еще раз напомнили сотрудники госавтоинспекции РЖД. В рамках рейда они рассказали о печальной статистике этого года и раздали памятки автолюбителям. Подробнее в нашем материале. Минимальный тормозной путь поезда – почти 800 метров. Об этом должен помнить каждый водитель. Особенно те, кто всегда спешит и пытается поскочить на красный. Ексирина Исаева по этой дороге ездит часто. Говорит, порой наблюдает нарушителей. Но сама всегда соблюдает правила. Конечно, соблюдает, потому что это собственная жизнь и жизнь других людей. Каждый водитель авто должен помнить – дорога не прощает ошибок. А на железнодорожных путях важно быть особенно внимательным. Ведь масса грузового состава – более 5000 тонн. И легковушки с таким гигантом лучше не тягаться. Печальная статистика тому подтверждения. В текущем году на Куйбышской железнодороге произошло 14 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автотранспортных средств, грубо нарушивших правила дорожного движения. В результате которых 8 человек пострадало. Из них, в сожалению, 6 человек с летальным исходом. По статистике это в 2,5 раза больше от уровня 2020 года. 5 октября назначен месячник «Внимание. Переезд», где руководство Куйбышской дирекции инфраструктуры и Самарской дистанции пути еженедельно совместно с сотрудниками ГИБДД проводит превосходительную работу. В ходе рейда автолюбителям еще раз напомнили, ЖД-переезды – это объекты повышенной опасности, которые требуют строгого соблюдения правил дорожного движения. Водителям запрещено самовольно открывать шлагубаум, выезжать на запрещающий сигнал светофора, останавливаться на железнодорожных путях. В противном случае придется заплатить штраф. За данный вид нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 12.10 Кодекса административных правонарушений, который влечет за собой наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. Повторное нарушение же влечет за собой лишение права управления транспортным средством сроком на 1 год. Сотрудники госавтоинспекции призывают соблюдать правила и помнить, нарушая ПДД, водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и своих пассажиров. Ексер Алексеев, Дмитрий Лукин, СТВ Ямальские казаки прошли обучение под руководством самарского наставника. Своими знаниями и навыками сибирскими братьями-казаками поделился заместитель атамана Самарского окруженного казачьего общества по взаимодействию РПЦ Дмитрий Камасов. Военно-полевые сборы прошли с 15 по 17 октября. В них приняли участие члены городских, станичных и хуторских казачьих обществ Сибирского войскового казачьего общества. В течение трех дней казаки расширили свои знания по вне войсковой подготовке. В программе обучение рукопашному бою с оружием и без него, самооборона, правила личной безопасности, принесение службы по охране общественного порядка, стрелковая подготовка. Отдельное внимание уделили организации взаимодействия с военными комиссариатами. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите наши новости на канале YouTube. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...